Иван Павленко. От рода к роду. Глава 4. Часть 1.4. Карпиловская восьмилетка. Читает Наталья Абызова. В селах района разных штунт было немало. Среди них баптисты, евангелисты, пятидесятники и даже запрещенные государством действовавшие подпольно и яговисты. В Цумане и Мощенице функционировали сектантские молитвенные дома, контролируемые местными властями и органами государственной безопасности. Детей туда приводить не разрешалось, так как молитвенный ритуал был опасен для их здоровья, поскольку доводил человека до религиозного экстаза, нервного возбуждения и психического расстройства. В Карпиловке пятидесятников было, пожалуй, больше всего, но своего молитвенного дома у них не было, поэтому собирались тайно в том или ином доме, что запрещалось, так как выпадало из-под властного контроля. Пятидесятники называют себя братьями и сестрами, не берут в руки оружие и не служат в армии. Они отрицают необходимость церкви как посредника между Богом и людьми, потому и не соблюдают христианские обряды, не признают икон и креста. Особенность их еще и в том, что они верят в возможность восхождения Святого Духа на любого верующего, и тот приобретает дар пророчества, начиная говорить на других языках. Но вселение Святого Духа возможно только у того, кто молитвой приблизит себя к Богу, то есть доведет себя до безумия и как сумасшедшие начинают что-то говорить. На своих собраниях пятидесятники молятся, плачут и конвульсионно трясутся. Зрелище это для постороннего глаза трагикомическое и полудикое. Однажды и я побывал на нем при таких обстоятельствах. Однажды вечером вызвали меня в контору. Пришел я, а там уже сидят секретарь порталонизации Екатерина Савченко, бригадир Иван Федорчук и майор КГБ. «Пойдем накроем сектантов», – сказал майор. «Они собираются в частных домах тайно, противозаконно и привлекают учащихся в секту. Вы, как представитель школы, нужны в качестве свидетеля». Пошли мы. На улице темно, но бригадир точно привел нас по указанному адресу. Возле дома остановились. Окна завешаны, но слышны отдельные голоса. Зашли внутрь. Людей полно. Есть и наши учащиеся. Воздух тяжелый, затхлый. Нас заметили, но не подают виду и продолжают свое. Одни молятся, другие плачут, а третьи протягивают руки к невидимому богу. Майор прошел вперед и приказал прекратить это безобразие. Наступила тишина, нарушаемая лишь отдельными всхлыпываниями. Майор забрал у пресс-фитера Библию, составил протокол, а затем приказал разойтись. Люди послушно покинули помещение. Через несколько дней пресс-фитера Петра Дороша вызвали в обл. исполков и оштрафовали за противозаконную деятельность. Выполняя свое партийное поручение, я часто выступал перед людьми с политинформациями и лекциями в клубе, на ферме или где-то на производственном объекте. Готовился я к ним основательно и разъяснял международное положение, а также политику партии и государства доступно, ярко и убедительно. Поэтому замечал, что на мои лекции приходит все больше слушателей, в том числе и руководителей колхоза и учителей. Когда я выступал на производственных объектах, то сектантов собирали, пожалуй, помимо их воли. Но они сидели смиренно и молча слушали. Я никогда не затрагивал их религиозные убеждения, а лишь рассказывал то, что их, безусловно, интересовало. Показательна в этом отношении была моя политинформация о полете Юрия Гагарина в космос. Это было 12 апреля 1961 года. Шел я в школу, слышу, будто кто-то сзади зовет. Оборачиваюсь, вижу линника Григория, бегущего и чего-то желающего от меня. Это был еще молодой человек и к сектантам не причастен. Несколько лет он работал на Донбассе и по характеру был во многом похож на восточноукраинских людей. Любил выпить, рассказать анекдот. Я остановился. Подбегает он, запыхавшийся и взволнованный, и говорит. Товарищ учитель, передают по радио, что человек полетел на небо. Так я вас хочу спросить, что его делать? Или на работу идти, или в коряги бежать? Я сразу понял, что он нарочит орядиться в наивного просточка и рассмеялся. А потом посоветовал идти к людям и всем рассказывать о подвиге Гагарина. В тот же день я выступал в нескольких местах с информацией о достижениях отечественной науки, первой в мире начавшей штурм космоса. Рассказал также, что представляют собой солнечная система, звезды, планеты, но ни словом не коснулся религиозного представления о божественном сотворении Вселенной, чтобы не оскорбить чувства верующих, которые тоже слушали меня.